здравствуйте я павел гусев это клуб главных редакторов что изменится в мире после избрания трампа произойдут ли какие-то значимые события уже в этом году или перемен следует ожидать лишь после января когда американский президент вступит в должность или же ничего принципиально не изменится и все это лишь внутри американская пиар акция просуждаем в нашем открытом клубе сегодня представляю моих гостей главный редактор журнала международная жизнь армен аганесян зам директора института сша и канады андрей евсеенко и директор института международных исследований мгимо максим сучков и так исторические перемены или много шума из ничего давайте поговорим и порассуждаем я думаю что ожидать каких-то событий вот о которых вы упоминали о возможных событиях до вступления трампа в его должность я думаю здесь можно все приже ожидать как раз не от трампа а от байдена потому что давайте вспомним что обама воспользовался возможностью резко ухудшить отношения с россией выслал большое количество наших дипломатов так что здесь надо следить именно вот в этот кусочек да в этот кусочек до инаугурации своего заместителя кто замещал его на эту должность но байден на это способен особенно в отношении украины что касается трампа трамп будет я думаю использовать это время для все-таки планирования каких-то акций может быть даже будет напускать туман ну сейчас уже какие-то информация проходит о его планах урегулирования украинского кризиса ну да и все это будет обсуждаться какие-то там демилитаризованные зоны что такое вот и это еще не все будет еще я думаю что он сосредоточится на подготовке он не может не делать ярких заявлений потому что да он не был я думаю обязательно он за это время что-то такое скажет что весь мир вот так вот но ничего не будет понятно на самом деле поэтому это будет чистый пиар он будет готовиться будет готовиться серьезно самое важное для него сейчас еще поскольку это был камень преткновения для него это подбор в ближайших кадров администрация госдеп он не хочет повторять своих ошибок изменения насчет исторических но я не думаю что это будет исторические изменения но они будут существенны они будут существенны потому что все-таки правильно пишут и на западе в том числе он все-таки может быть последний из магикан и даже магикан на которого хотят подставить который представляет интересы национальной элиты а либерально-глобалистская элита потерпела поражение или сыграла в поддавки вот это большой вопрос но изменения будут потому что трамп все-таки будет придерживаться ваше слово насчет поддавки очень очень интересный и об этом сейчас очень многие рассуждают но вы знаете прежде чем мы сейчас продолжим и говорить о том что будет делать байден или что будет делать трамп вы знаете мне очень много приходится общаться с различными людьми гражданами россии и через газету и выступлениях и вы знаете я заметил очень многие вообще не до конца себе представляет а что такое выбор в соединенных штатах америки что какие-то есть выборщики а до этого кто-то еще голосует и можно приходить то ли с паспортом то ли без давайте вот вы специалисты давайте еще раз разъясним нашим телезрителям что такое реально выборы соединенных штатов тут приоритет у института сша давайте спасибо очевидно безусловно да институт выборщиков это такой пережиток и времен эпохи зарождений как раз американского государства такой результат компромисса между скажем так называемой американской правящей аристократии которая с одной стороны не желала слишком сильно полагаться на мнение простых людей и хотела держать своих руках всю полноту власти но при этом не хотела переезжать по полномочиями непосредственно конгресс поэтому появился да вот такой институт выборщиков которые таким образом уравновешивали такие выборщики это вот как раз представители американского народа вот на местах может которые будут грубо говоря вот этих выборщиков выбирает уже как формирует как раз партийная элита то есть как раз они так формируются и сейчас они как раз должны вот все законодательства которые есть сейчас они как раз отражают не должны это согласовать строго в соответствии с позиции избирателя то есть если тогда считалось что это как раз вот элита которая огорожена всего этого популизма которая как раз выше простых американцев которые подвержены тем или иным настроением то сейчас это совершенно не так это никакие уже не независимые такие вот сверх какие-то умы это простые поли простые исполнители но тем не менее чтобы упразднить этот институт сейчас американское общество слишком сильно поляризовано то есть здесь нужен фантастический уровень общенационального единства ближайшие годы если не сказать десятилетия мы его не увидим мы конечно говорим соединенные штаты америки но как раз институт выборщиков это тот самый институт который подчеркивает важность от счастья иногда пересоединенные государства америки что каждый штат это по сути но затем перед этим еще граждане пытаются голосовать там сколько-то миллионов проголосовало и вот в прессе и западной и в американской и в российской тоже было много таких знаете удивительных удивления а как же так то во многих местах даже паспорт не спрашивали документ просто приходил человек назвал фамилию ему давали вот эти вот бюллетень проголосовать это как это это тоже демократия или что это ну я не очень представляю это даже ну действительно в некоторых штатах есть правило по которому можно голосовать в принципе без предъявления удостоверения в некоторых штатах есть правило по которому удостоверение требуется но не обязательно с фотографией в большинстве штатов можно использовать собственно водительские права как основной документ удостоверяющий личность единогласной какой-то политики нет и в зависимости от того где кто пытается проголосовать вот эти серые зоны используют известная такая уже полушутка но с известной долей правды когда могут канадцы переехать в какие-то штаты проголосовать потом сфотографировать бюллетень и есть так вот подшутить над своим южным соседом сказать что я могу были известные эпизоды когда на выборах 2020 года один популярный блогер в трех или в пяти штатах так ездил и за один день проголосовал потому что не нужно ему предъявлять но это такие конечно единичные случаи но в целом конечно это отражение довольно это показывает что это за выборы да и отражение такой архаичной системы в дополнение к тому о чем коллега сказал нужно иметь ввиду что когда система выборщиков утверждалась это были конечно очень другие соединенные штаты 13 штатов большинство граждан все-таки не имело права голосования и поэтому но эта система осталась и сейчас нужно сказать что республиканцы первыми должны быть против нее потому что если выводить на прямые они выборы никогда не выиграют понятно трамп был президентом который фактически республиканским за 20 лет который не только по выборщикам выиграл но и по голосованию населения да 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 скажите пожалуйста а ситуация когда на прошлых выборах когда байлин победил трамп ведь тогда взорвался буквально что его обманули что это было все неправильно и даже толпы пошли и потом на трамп и начали уголовные дела заводить и прочее прочее это случилось реально могло быть тогда подтасовка или все-таки байден выиграл ну так скажем как знаковая личность того периода если позволите это была победа что касается победа джозефа байдена что касается заявлений о вбросах фальсификациях то есть если посмотреть вот как раз медиа посмотреть социальные сети да там это все изобилово но когда тех же людей которые в твиттере и так далее писали о тех или иных бросах призывали к ответу в суде то есть с последствиями под ответственность лжесвидетельствами как то вот здесь как раз и доказательная база была очень и очень слаба то есть когда вы сможете есть безответственно что-то заявлять в соцсетях это одна реальность но когда наступала судебная реальность уже выяснялось что люди таких показаний давайте уже воздерживались понятно от таких заявлений сейчас вот из тех данных которые у нас есть по открытым источникам мы можем говорить что вот те вбросах о которых говорил дональд трамп в двадцатом году и которые многие из его скажем так окружение из его просто болельщиков такого не было тех маршрута но давайте вернемся к итогам выборов и надо прямо сказать ведь что это же уже окончательно и байден и его подруга они согласились с итогами выборов то есть здесь уже как говорится отступать им некуда и трамп реальный победитель почему они не стали оспаривать вот как вы считаете ведь могли они сейчас сказать ну как вот в этом штате то в этом другое почему они так легко согласились хотя хотя было некое молчание там определенное время ну вот это льет мельницу на тех кто видит здесь определенную конспирологию что получилось накануне вообще беспрецедентное событие когда ведущие СМИ как раз связанные с глобалистской либеральной элитой скажем мы будем нейтральны вот мы будем стране вот это очень настораживающе потому что но это такой же уже заранее сделанный шаг назад и у демократов даже при желании сейчас очень получается что в средствах массовой информации не было бы такой поддержки их димашу против результатов потому что видно что все-таки есть какое-то такое понимание глобальное ну президент путин сразу после начала спецоперации сказал у нас есть не только национальные у нас глобалистские элиты и видимо видимо вот была такая все таки команда я не знаю эта команда исходила из оценки ситуации что трамп выиграет либо из желания подыграть трампу тогда действительно его заманивают какую-то ловушку но во всяком случае это было очень удивительное решение и сейчас просто вот байден и харрис у них шансов вот опрокинуть эту историю но боюсь что этих шансов нет практически нет ну а как вы считаете вот например тот же выстрел в трампа был в плюс для избирателей что они стали за него голосовать пожалели как говорится кандидата или это вообще не имело никакого значения вот в предвыборную кампания ну значение конечно имело природы этого события могла быть и случайной а могла быть и не случайно здесь вот я думаю что время до сих пор да у нас не расставило все точки над и по поводу убийства кеннеди кстати стран обещал этим разобраться да ну учитывая что младший ветвь кеннеди поддерживает его так и тут я думаю что эта вся темна вода в облацах как говорится будет и останется будет ли заниматься этим трамп для него сейчас с точки зрения судебной как раз интересно он об этом говорил его окружение говорила разобраться с темой предыдущих выборов ему нужно оправдать себя по поводу вот этих бесконечных обвинений марш на капитолий и прочее я думаю что какое-то вот тут на этом треке скажем правоохранительном он будет работать и будет держать напряжение демократно насколько я понимаю все уголовные дела против трампа сейчас закрыты уже так нет они не закрыты пока нет нет пока нет но учитывая то что верховный суд сейчас перейдет под контроль трампа и прокурором своего назначить я думаю шансов возбуждать опять вот эту всю историю скажите ведь получилось так что не только трамп победил но трамп победил и в сенате в конгрессе то есть все республиканцы вышли вперед правильно ну да мы ожидаем можно сказать что до республиканцы получают контроль не только над белым домом но и над сенатом и над палатой представителей то есть так называемое однопартийное правление такую метафору применим то есть тут у него дельта возможностей появляется очень плохая это ему да в плюс с точки зрения возможностей на ближайшие два года незабываемость и то что было упомянуто что консерваторы как раз у них большинство верховного судей это дает ему большие возможности с точки зрения возможных реформ и дальше уже больше вопрос к самим республиканцам которые сидят в самой палате представители а такие ли они в кавычках трамписты как они заявляли в ходе предвыборной кампании это очень интересно давайте сейчас послушаем мнение изнутри из америки у нас на связи нью-йорк и американский политолог и журналист джон вароли здравствуйте джон для вас результаты выборов стали неожиданными или нет очень это был для меня большого сюрприза я был уверен что как раз победить с помощью так и грязной технологии которые мы видел двадцатом году я всегда говорил и я понимаю что трамп очень популярный человек гораздо популярнее чем госпожа хэррис но как вы знаете в наша страна полотехнология очень грязная можно уже открыто говорить что в двадцатом году был фалсификации информация которые мы сейчас располагаем это уже подтверждает это и между прочим трамписты говорят что все мы будем это это разоблачить мы будем дальше расследовать этот вопрос и они хотят привлекать уголовную ответственность тех лиц которые фалсифицировали наши выборы в двадцатом году это правильно это очень правильно но я давай так это вы результаты выбора это говорит о том что американский народ полностью от как вы говорите но против полностью против либеральной идеологии люди устали это все насильственная либеральная идеология как у нас дома и как за границу люди устали от множества войны которые выбирали начинали по всему по всему миру ну войны конфликты война вашей страны войны в ближнем востоке и конфликт с китаем но понятно американский народ нам это абсолютно не не нужно мне это не хотим не хотим мы не хотим конфликт с вашей страной затем зачем нам нужен потенциальная ядерная война сам трамп это говорит дальше посмотрим какой него будут внешние и военные политика а к сожалению как мы как вы знаете именно наша внешняя и военная политика, это все под контролем абсолютно другие люди. Кто называет это глубинное государство, а я это называю олигархи. Наша политика внешняя делается полвека в период. Посмотрите, например, расширение НАТО на восток. Это все началось в начале 90-х годов. Расширение НАТО на восток это не такие случайные, стихийные дела. Это абсолютно все началось 30 лет назад. И у них большие планы. Эти планы остаются. Главный цель захватить Украину. Я не знаю, как будем договориться с вашей стороной именно по тему Украины. Я пока еще не знаю. Скажите, Джон, Илон Маск, насколько он популярен и возможности его, если он войдет, ну так говорят, что он войдет в администрацию президента Трампа, что у него вообще будет, вот знаете как, он всегда по-другому смотрелся. И вдруг он становится чиновником. Как вы считаете, какие возможности? Да, я думаю, что самое удивительное все это процесс выборов, это именно то, что Маск окрыто стал полный такой, в прямом смысле, ологарх. Ологарх, который богатый без смен и который вымешивается напрямую в политику. Самый настоящий ологарх. Получается ологарх у Трампа. И как вы знаете, самый богатый человек. Его, его, к нему очень хорошо относятся, его уважают в Америке. И я думаю, что дальше он будет играть, очень, у него будет большое влияние в Белом доме. И, между прочим, это, я думаю, что это он, который усиленно помогло в плане деньгами, деньгами, чтобы чтобы был честный выбор. У Трампа был маленький армия юристов и экспертов, который занимался надзором на процесс выборов, чтобы не было фалсификации. А его мнение по Украине и предложения Маска могут повлиять как-то на политику того же Трампа, уже как президента? Да, интересный вопрос. Как вы знаете, Маск помогло киевскому режиму, но в последнее время он понимает, что там происходит и я надеюсь, что он будет положительно влиять на Трампа, что все, надо закончить эти конфликты, надо закончиться войну против России, это абсолютно нам это не нужно. Я надеюсь, что они будут реалисты и, может быть, будут положительные выходы из этой ситуации глав всех нас, я надеюсь. Это моя надежда. Но дальше посмотрим. Потому что глубина государства не спит, они тоже приходят к данному Трампу с угрозами, с предложениями и Трамп ему придется выбрать. А как вы считаете, вот были такие у него достаточно резкие высказывания у Трампа в отношении НАТО, в отношении вообще существования этого блока и тех, ну, так скажем, конфликтов, которые существуют на сегодняшний день? Может он действительно что-то выйти из НАТО или нет? Нет, США не выйдет из НАТО, но НАТО это и есть США. очень точно сказали. Это наша империя, это наша васяла. Ну, это так, реально так. И Трамп, он хочет сделать Америку великой, и, к сожалению, много людей понимают это слово «великая Америка» как великая военная держава, которая будет установить свой порядок по всему миру. Вот это проблема, вот это меня очень беспокоит, потому что я как человек, который вырос в семье госслужащих, я понимаю, к чему все это идет, я понимаю, что, как мы понимаем американское величие. еще раз, именно в плен завоевать новые территории, поставить другие стран на коленок, но, к сожалению, это есть наша американская менталитет. Но Трамп говорит, что остановит войну, что он, вот мир на всем земном шаре, при этом около 120 военных баз, если не ошибаюсь, Соединенные Штаты имеют по всему миру. И поддерживают, и как это все будет происходить, непонятно. Здесь ключевой ролл играет, понятно, ваша вооруженная сила, которая держит победу на фронте. США, наша элита только понимает силу. И ваша вооруженная сила держит победу, и поэтому наша элита начала передумать, начала думать головой, о, Россия не такая слабая, как нам кажется. Точно. Россия сильная. Точно. Еще раз, наша элита только понимает силу. С ними сложно вести переговоры, практически невозможно. Джон, спасибо большое за разъяснение, за то, что вы сказали, аналитику, которую вы нам привели. Спасибо. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста. Давайте я попробую. Ну, в общем, я согласен с такими препозициями нашего гостя. Но если вот говорить очень афористично о том, что же будет делать Трамп на внешнеполитическом треке, это монетизация внешней политики. Он бизнесмен. И в отношении НАТО, и в отношении украинского кризиса, и в отношении даже Израиль, будет монетизация с точки зрения бизнеса. Ничего личного. И будут изменения в отношении европейцев, конечно, и НАТО. Да, конечно, США не выйдут из НАТО, но это давняя его мечта переложить тяжесть финансового времени. Особенно по Украине, на европейских союзников. Да, он даже угрожал, что если вы не будете придерживаться вот этого абсолютного императива, что вам нужно платить больше военный бюджет, то мы не будем играть роль зонтика над вами. И он эту линию будет продолжать, конечно. Самое сложное, это, конечно, предсказать, что будет на Украине, что он предложит. Во-первых, потому что здесь он точно не будет самостоятельно. Те же самые глобалистские элиты обязательно к нему придут. Но надо еще знать, что существует военно-промышленное лобби, которое за счет Украины имеет миллиарды, миллиарды, еще раз миллиарды. И, кстати, не надо забывать, что у Трампа хорошие, давние корни в Пентагоне. Вот так вот. И хотелось бы, Максим Александрович, вот есть еще такой вопрос. Как вы считаете, Трамп несколько раз подчеркивал, что он за Израиль, что будет поддерживать Израиль во всем, и в то же время там идет реальная война, и он говорит, что я завершу эти войны. Как в этой ситуации можно расценивать его действия? Когда подобный вопрос спросили у известного гарвардского профессора на первом сроке президентства Трампа, он сказал, что Трампа все воспринимают буквально, а не всерьез, а нужно наоборот, всерьез, но не буквально. Мне кажется, это хорошая формула для понимания того, что делает Дональд Трамп, что не нужно буквально воспринимать все его предвыборные обещания, что я там за два дня всем позвоню и все решу. Но нужно довольно серьезно отнестись к тем предложениям и тем модальностям конфликтного регулирования, которые он будет предлагать. Это касается и Украины, и Израиля. Мы знаем довольно достоверно, что израильское руководство когда в 20-м году Нетаньяху, мы помним, фактически там отказался, понимая, что выигрывает Байден, но в последнее время много делал таких публичных и скрытых реверансов и многое из того, что реально делали на земле Израиль, скорее помогало избраться Трампу, чем Байдену. И в принципе избрание Трампа они воспринялись таким сдержанным оптимизмом, полагая, что это позволит им как-то повлиять, уж не знаю, насколько решить проблему Ирана для них, но действовать, скажем так, в одном направлении. Здесь есть дополнительные риски, в том числе, мне кажется, и для нас, потому что, скорее всего, Трамп вернется к своей идее вот этих соглашений Авраама, попытка замирить израильтян и арабов на почве, в том числе, общего антагонизма в отношении Ирана. И мы знаем довольно агрессивную, такую наступательную политику в области контроля рынков энергетических со стороны Трампа. И здесь тоже, я думаю, очень жестко он будет держаться за те конкурентные преимущества, которые Америка получила, фактически, сейчас контролируя рынок энергетической Европы, фактически, отцепив Россию от него. И это будет касаться Ближнего Востока, я допускаю, что он будет пытаться саудитов вырвать на какие-то сделки и препятствовать их дальнейшему вхождению в Брикса. Ближнего Востока ведь очень разнообразно. И там, понимаете, ведь не только Иран, но есть и Саудовская, и много других стран, которые занимают очень разные позиции. Как выходить из... Но общая, общая ситуация все-таки складывается, ну, достаточно сложная в целом для и организации объединенных наций, для политиков, потому что решить просто вот так одним взмаком я хочу, чтобы закончилось там невозможно. Израиль не пойдет на это. Они только что заменили, если я не ошибаюсь, на этой неделе министра обороны сменили. Они делают все для того, чтобы конфликт не прекращать. Правильно? И Дональд Трамп, со своей стороны, учитывая его отношения с господином Нетаньяху, с моей точки зрения, будет всячески стимулировать дальнейшее наращивание военной мощи Израиля. То есть, Израиль, скажем так, получит все необходимое для продолжения фундаментального уже будет, потому что Израиль же воюет с террористами, потому что в Соединенных Штатах и группировки Хизбалла и Хамад же призваны террористы, поэтому у него все формальные основания для того, чтобы продолжать поддерживать. И самое главное, это дает ему политические очки со стороны того же произраильского лобби в Соединенных Штатах, американских, евангелистов и старшего поколения республиканцев. Это очень-очень важно в тех законопроектах, которые он будет подвигать, чтобы заручиться поддержкой этих сил, этих групп интересов. Здесь вот такая достаточно прямолинейная поддержка Израиля будет ему сильно в плюс. И пока у нас в первую каденцию мы на Трампа миротворца не сильно наблюдали. И здесь мы видим, что поддержка Израиля будет достаточно прямолинейной. Со своей стороны Дональд Трамп в свою первую администрацию сделал все от себя зависящее, что вот этот палестино-израильский конфликт он дошел до той стадии, в которой он сейчас. Ну а если взять нам Европу, вот все-таки отношения с Европой, что можно ожидать в этом направлении? Потому что я так понимаю, что Европа немножко сейчас вот как бы остолбенела, поджала хвост в чем-то. И вот в ожидании, что же будет, какие дальше шаги. Правда, есть еще два месяца впереди, чтобы какие-то шаги не сразу наступили. Что вы видите вот в этом направлении по Европе? Америка-Европа? Ну смотрите, во-первых, союзники США по НАТО, в этот раз они лучше подготовились к возвращению, к приходу Дональда Трампа в Белый дом. Во-первых, те вот те самые наращивания военных бюджетов, которым апеллирует, любит апеллировать Дональд Трамп, они по сути произошли в последние два года вместе с наращиванием вооруженных сил, наращиванием военного производства. То есть, есть о чем говорить, есть о чем торговаться. То есть, господин президент, мы вот то, о чем говорили, уже делаем, и нам просто нужна еще дополнительная помощь, чтобы как раз брать на себя вот то самое бремя, о котором вы говорите. То есть, здесь есть о чем поторговаться, думаю, поэтому как это будет выглядеть торг. Да, но в то же время мы видим кризис в правительстве Германии, там три министра подают в отставку, мы видим достаточно сложную ситуацию во Франции, где одна за другой идут забастовки и так далее. Как в этой ситуации все будет развиваться внутри этих стран? В этих странах, ну, это их внутриполитическая динамика, здесь она маловероятно, что приведет к каким-то коренным переломам вот в американо-германских или в американо-французских отношениях. То есть, это не будет влиять? Здесь это будет влиять очень тактически, потому что все понимают, что Соединенные Штаты это традиционно гарант безопасности этих стран, и поэтому здесь отношения будут выстраиваться в достаточно традиционном ключе. То есть, они стоят на определенных рельсах, и вот просто сойти с них будет предельно промахистично. Нет такого политика, который вот так вот сделает такой резкий поворот. Мне кажется, здесь все-таки я согласен в целом, но вот это заявление Макрона, что мы будем бороться за европейский суверенитет, она очень характерна. Да, с традиционных рельсов не захотят сходить европейцы, а они захотят по-прежнему быть под протекторатом США. Но захочет ли это Трамп, думаю, что не очень. Но посмотрите, пошлины, если будут повышены на европейские товары, да, на 20%, Китая угрожает на 60%, это очень серьезный удар по экономике Европы. И Европа недаром, Макрон заговорил про суверенитет, экономическое ослабление Европы, это стратегическая цель Вашингтона, даже не столько Трампа. А вот эти тарифы и пошлины, вокруг них будет торговля. Но это будет не совсем традиционно. И еще нетрадиционно будет то, что, как вы слыхали, те же немецкие политики, многие такие из ястребов говорят, а вот теперь надо создавать ближайшую линию Прибалтика, Польша, вот Трамп может сказать, вот и занимайтесь. Мы в это уже вкладываться не будем. Я почти уверен, что он так и скажет. И здесь у них будет, конечно, разлом, потому что сейчас уже вопрос не только увеличения стоимости вооружений, но все обустройство целой зоны этого фланга НАТО, включая Польшу, как я уже сказал, Польшу и Прибалтику, что потребует очень немалых средств, очень немалых средств. Еще один фактор важный, который будет влиять и нервировать европейских политиков, которые сейчас у власти, это поддержка Трампа правыми партиями и правыми лидерами, которые рождаются на наших глазах с вами, их успехи на выборы в Германии особенно, это будет смычка. И если его поддерживают на уровне государственного лидерства, ну кто, Орбан, конечно, Орбан, Венгрия и Словакия, и Фицца, то вот там он будет действовать и опираться уже на созревающие, больше того, будет их поддерживать. Это будет такая перекличка. В один из таких крепких стержневых вопросов, которые в предвыборную кампанию Трамп ставил, это вопрос нелегалов. Что здесь он может сделать? Он грозится чуть ли не высылать? Возможно ли это? Или это так, скажем, предвыборный ход? Я думаю, что здесь нужно, наверное, будет отделить действительно предвыборную риторику от конкретных действий, потому что попытка управлять электоратом через эмоцию страха, обвиняя мигрантов во всех смертных грехах, с одной стороны, и с другой стороны апелляция к среднему классу, что именно из-за мигрантов у вас отнимают рабочие места и вы не можете иметь достойное существование, это, конечно, как бы часть предвыборной кампании. Проблема Трампа как политика, мне кажется, именно в том, чтобы не допустить конвертацию тех мигрантов, которые в Америку недавно приехали в электорат демократов. Именно то, чем пытались заниматься и Обама, и Байден, попытка такой форсированной легализации незаконно прибывших в страну мигрантов давала определенное преимущество демократам на выборах. Но мы видим, еще пока не видели полную социологию этой избирательной кампании, но видим, что не белые слои населения уже потихоньку в некоторых штатах все-таки тоже голосуют за республиканцев. И на этих выборах было чуть больше, даже латиносов голосовали за республиканцев, и даже черные женщины проголосовали в этом году больше за Трампа, чем за Камалу Харрис, что тоже интересный такой тренд. Поэтому для республиканцев мигранты могут из вот такого предвыборного пассива стать реальным политическим активом, если к ним правильно подступиться. Особенно это касается латиноамериканцев, как демографическая группа быстро растущая, в целом разделяющая консервативную повестку республиканцев, потому что многим не нравится вот этот избыточный либерализм, который навяз демократы. Большинство из них это католики, некоторые из них практикующие католики. Поэтому это потенциальный актив для республиканцев и для Трампа, особенно в ситуации вот этой быстро меняющейся демографии. Понятно, что вот эти выборы Трамп выиграл в том числе, потому что отыграл большое число белых мужчин-избирателей, которые в свое время у него забрал Байден. Но в дальнейшем рассчитывать исключительно на белый электорат, как и ключевой, не приходится. Ну, если нечего по этому вопросу добавить... Можно добавить? Да, давайте. Трамп обвинял Харрис, что она коммунистка, а Трампа поддержали. Вот правильно коллега говорит. Рабочие, люди без образования и существенный рост избирателей латиноамериканского происхождения, которые тоже в основном заняты на самых простых работах. Почему они поддержали Трампа и в части его миграционной политики? Ну, потому что они уже обосновались. Потому что как раз те рабочие места, на которые не требуют образования, которые вот волна новая приливная, если ее не контролировать, захлестнет Америку и лишит их работы. Вот и весь. А теперь давайте мы еще одну тему коснемся. Это нелегитимный президент Украины Зеленский. Что ему светит в результате нового президента прихода Трампа? Он заявил, что он в один день все законит. Но Россия уже по этому поводу высказалась. Как вы считаете, какие варианты здесь могут быть? Пожалуйста. Вариант первый, конечно, что касается к европейским СССР, это торг. Во-первых, поторгуются. Что касается уже было сказано в интересах военно-промышленного комплекса, с одной стороны, действительно, военный промышленный комплекс может занять... Ну, как же, мы же под Украину развернули производственные линии и так далее. Но эти производственные линии можно заточить, например, под восполнение арсеналов НАТО. И их можно заточить, например, под снабжением союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не забываем, что для Соединенных Штатов именно Китай является на данный момент как раз системным глобальным соперником. То есть, как бы, интересы военно-промышленного комплекса здесь могут и не пострадать. А вот та часть политического эстеблишмента США, которая считает, что миропорядок в Европе должен оставаться проамериканским и уступки России недопустимы, вот тут они могут оказать определенное противодействие как раз президенту Трампу. Что касается вот тех планов, которые исходили тут не только от Илона Маска, но это совсем такой простой был популистский какие-то идеи, но и от Джей Ди Вэнса, который становится вице-президентом США, они пока, как говорится, не очень соответствуют ситуации на земле. То есть, от Российской Федерации уже была позиция, что это неприемлемые условия. Поэтому сейчас вот говорить, возлагать какие-то большие надежды на то, что конфликт пойдет по нисходящей, что стороны встретятся вот именно за столом переговоров. Дипломаты будут делать свою работу, но ждать каких-то больших глобальных таких решений, которые от Трампа будут исходить и сразу все сядут за стол, вряд ли. Здесь нет, здесь у него ресурс не такой безграничный, как кажется. Вы в Азеленском спросили, это интересный вопрос. Все будет решать вопрос о этом плане Трампа. Я не очень уверен, что Зеленский впишется в этот Трамп. Вполне возможно, что администрация Трампа возьмется за работу по смещению и замену Зеленского. Я тоже так думаю. Если он станет не способен к этому конкретному плану вести переговоры, что-то менять во вновь, провести выборы у себя или изменить свою политику, хотя бы смягчить ее по отношению к национальным меньшинствам. И вот здесь, конечно, после совета с глобальной элитой обязательно по Украине будет, поэтому очень сложно Трампу самому сейчас формулировать. Это будет очень, если не длительный, но процесс. Понятно. И в зависимости от этого будет судьба Зеленского решена. Ну, давайте в завершении нашей беседы все-таки очень кратко, но обсудим вопрос, что ждет российско-американские, американо-российские отношения в ближайшем будущем, в следующем году. Если кратко, противостояние, то есть продолжение противостояния, вот это балансирование на грани такого полноценного, полномасштабного конфликта, то есть дальнейший как раз риск эскалации есть, прежде всего потому, что Дональд Трамп категорический противник вот какого-то контроля над вооружениями, и мы это видели в первую каденцию. Если допустить, что маршал Биллингсли получит назначение в администрацию, например, советников национальной безопасности, человек, который, я считаю, что США могут выиграть гонку вооружений с Россией, ну тогда, в общем-то, договоры СМИ-3 почит в БОЗе. Давайте у нас все заканчивается. Я думаю, что задача максимума, которую можно рассчитывать, это стабилизация деградации существующей, чтобы не стало еще хуже, чем есть, но в целом повестка о российско-американских отношениях, в том виде, в котором она существовала в период холодной войны и в постбиполярный период, она выдохлась, она не привязана исключительно к Трампу, и в этом... Хуже или лучше, не знаю, но интенсификация будет. Диалог какой-то будет налажен. Одновременно возрастет конфронтация поэкономической линии, особенно в вопросе энергоносителей. На этом будем заканчивать. Время в эфире вышло, спасибо. Это была интересная аналитика, да и вообще события в мире становятся все интереснее и интереснее. Будет еще о чем поговорить. А на сегодня я, главный редактор РМК Павел Гусев, прощаюсь, через неделю увидимся. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова